Сейчас на главной сцене Качаловского театра совсем другие действующие лица. Полным ходом идет ремонт, поэтому актеры вынуждены играть на малой сцене, окна которой выходят на улицу Баумана. Так что служители театра невольно стали ближе к народу. Все, что происходит возле кареты, в районе кареты на улице Баумана, в этой зоне, все звуки становятся достоянием спектакля. Когда идет тихая сцена в Вишневом саде, а в это время там орут. Там есть повод для того, чтобы кричать, понимаете? Потому что там есть повод остановиться возле нее. Идут болельщики по Бауману с шумом, они вот только тут влезают, пинают, шумят, кричат. А у нас в это время идет Достоевский, Четов. Сделать звукоизоляцию помещения технически невозможно, уверяет главный режиссер. В зале и так установлены тройные стеклопакеты. Однако особо шумные обитатели улицы Баумана так и норовят стать частью спектакля. Если бы она ушла, там не было бы повода для криков, вот в этом месте, то мы бы спокойно жили здесь. Вот и все. А так там постоянно создается прецедент для шума. То играют на гитарах, поют, орут, то балладожены веселятся, то там кто-то еще с голубями лазит. И вот смотри, вот там маловодный, вот он сейчас влезает в коляску, это вот спокойно, тихо. Но там же бывает масса всего веселья, когда они влезают, шумят, кричат. Вот сколько, здесь ну три метра, трижды, ну 20 метров брусчатки перенести в другое место. Она здесь пришей уху рукав. Никакого отношения, это Екатерина не имела к Качаловскому театру. Этому зданию это 100 лет нет. Просьбы убрать карету подальше поступают и от зрителей, говорит главный режиссер. Театралам такое соседство не по душе. Мне докладные пишут, вот тут, если вы почитаете, вы посмеетесь. У меня уборщицу одну уволили, потому что там гадили возле кареты, возле театра, и она не захотела убирать. Вот у меня здесь лежат докладные по этой кареты, вот письмо от зрителей. Бронзовая копия кареты Екатерины II на Баумана появилась в 2000 году. С тех пор возле нее буквально круглосуточно толпятся как туристы, так и местные жители. Так что казанцы неоднозначно отнеслись к инициативе Александра Славутского. Не знаю, мне нравится. Я в театре не работаю, не знаю. Пусть будет, мне кажется. Места, наверное, много. Можно и метр на 50 передвинуть, если им так мешает. Мне она не мешает. Я вечерами заседка бываю. В мэрии сообщили, что официального запроса к ним не поступало. Соответственно, никто и не рассчитывал, во сколько обойдется переезд бронзовой кареты. Какие там финансы? Ну, это не такие большие финансы. Мы готовы поиграть в спектакли, в фонд того, чтобы ее передвинуть.